приветствую youtube приветствую зрители моего канала в этом небольшом видео я вам расскажу об истории часов победа часы которые вы видите сейчас на экране мне очень дороги это подарок от моего деда по материнской линии получила их подарок где-то примерно в 10-летнем возрасте и проносил порядка 21 года сколько насилок дед понятия не имею достаточно долго как я себе представляю эти часы знаменитые часы были в свое время одной из самых удачных разработок в советском союзе в часовой промышленности до этого момента в общем то часовая промышленность была в упадочном состоянии в основном использовались зарубежные аналоги и вот после выпуска этих часов победа все поменялось часы стали очень популярны механизм оказался очень удачным очень надежным в этом видео мне хотелось бы немножечко рассказать об истории создания этих часов о некоторых особенностях я думаю вам будет это интересно посмотреть и послушать так вот после окончания войны в 1945 году военнослужащими было завезено в страну много трофейных изделий включая наручные часы поскольку часы эти были все импортного производства было решено наладить производство своих недорогих часов на таком качественном высоком уровне и вот первое годовщине великой победы 9 мая 46 года был приурочен создание модели под названием победа надо сказать что это было достаточно таким значим событием могу сказать что сам дизайн часов утверждал лично стали в книге богданова посвященному часовому заводу славы есть любопытная история появления часов победы основана на личных вспоминаниях и участников по цитирую прямо по книге во второй половине 40-х годов в кремль к сталину были вызваны министр которому подчинялся часовая промышленность и директор одного из московских часовых заводов приемной долго не задержались вошли в кабинет к самому кроме сталина там находились в каганович и берия без предисловий стали накрыл ящик стола достал из него наручные часы и показывая к министру и директору сказал есть мнение политбюро что народу победителю нужны часы предлагаем вам освоить производстве этот образец и назвать его победа в честь победы над германией сколько вам нужно времени для освоения года хватит хватит быстро ответил министр в этом кабинете дискутировать было не принято выйдя на улицу директор набросился на министра ты что какой год мы за три их не освоим вернулись приемную товарищ генерал обратился министр к секретарю сталина по скребушу мы тут посовещались и думаем что за год часами не управимся что нам посоветуете застрелиться кратко ответил генерал прошел год герия приглашает бритско заместитель министра промышленности курировавшую часовой отрасль сделали спрашивает берия сделали лаврентий павлович отвечает константин михайлович давай взяв руки часы бери долго крутила в руках прикладывал к уху и вдруг кинул их в стену он константина михайловича по спине потекли потекла холодная стройка пота он поднял часы и прислонил их к уху ходят лаврентий павлович сказал он кто-то ответил берия так что как видите изделие получилось очень и очень качественным как сказал поэту советских собственная гордость ну что касается часов победа то это утверждение верно лишь наполовину поскольку советским был исключительно дизайн начинка внутренняя была взята у часов ар-26 французского производства который изготавливал компания лип дело в том что выбор был не случайным эта компания участвовала в строительстве часового завода на территории пензы до начала второй мировой войны именно там и основали производства часов победа механизм сделали на 15 рубиновых камнях завода потела для надежной работы приблизительно два дня стоимость часов было невысокой относительно невысокой при таком высоком качестве цена экземпляра доходила до 27 рублей на 7 рублей часа эти столь чтобы в общем то не очень высокая цена вприемлемо и часы выпускались эти порядка 60 лет и в общем то мало найдется часов которые такой продолжительный срок выпуска имели за свою историю несмотря на то что часы разрабатывали специалистами на в пензе в промышленных масштабах часы победа стали делать в другом месте это был первый московский часов завод потом производство перемещали завода на завод и остановились частности в пятьдесят первом году на заводе зим завод имени масленникова в самаре и там числе эти выпускались до 2002 года в год изготавливалась порядка 200 миллионов экземпляров рассказать что часы победа были одной из главных таких наград подарков которые вручались ветеранам ударником производства победитель соревнований в ссср и активно был развит экспорт часов они пользовались достаточно большой популярностью за границей за рубежом экспорт был хорошо налажен наши дни часы победа несмотря на то что их было выпущено очень много все таки считается уже коллекционные вещи и дело в том что дизайн этих часов в общем-то несколько отличался от выпуска к выпуску есть отличия небольшие были и поэтому коллекционеры пытаются своих коллекциях собрать все эти модели которые выпускались для меня часы как я уже говорил дороги это подарок память у меня они поражают прежде всего очень высоким качеством изготовления надежностью несколько десятков лет хода без единой чистки без единой смазки без единой поломки это впечатляет не всякого сомнения и хотелось бы еще сказать что мне очень нравится дизайн этих часов никакой вычурности классический строгий дизайн классический такой я бы сказал минималистский дизайн но мне он очень нравится часы главное что они очень функциональны поменял их по одной единственной причине в свое время мне по делам моей профессиональной деятельности необходима была центральная стрелка ну лучше было с ней работать здесь как видите стрелочка боковая секундная вот мне нужны были часы с центральной секундной стрелкой я в свое время менял их на риен колледж эти часы как ходили так и ходят достаточно часто завожу что рекомендуется делать при длительном хранении они практически все эти годы ходят успешно очень мне нравятся часы заключение хотел бы поздравить всех моих зрителей с наступающим праздником великой победы говорят без всякого пафоса потому что праздник действительно великий может быть это одно из немногих что объединяет вместе всех россиян настоящее время если есть какие то вопросы как всегда с удовольствием на них отвечу спасибо вам за внимание всем всего доброго